В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Екатерина Борисова. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко об основных событиях. Депутат Государственной Думы Вячеслав Петисов провел прием граждан. Мне тоже это важно знать на самом деле, что происходит у людей, которые за меня голосуют. Акушер-гинеколог Видномского перинатального центра Вера Пальмовская стала лауреатом 10-й национальной премии «Репродуктивная завтра России». Разделить радость женщины, которая родила ребенка – это большое счастье. Юношеская команда «Металлург-2» заняла первое место на Кубке Содрунства в Республике Беларусь. Будем дальше побеждать, дальше играть, дальше больше и дальше интереснее. Глава Ленинского городского округа Алексей Спаский принял участие в приеме граждан, который провел депутат Государственной Думы Вячеслав Петисов. Совместно они рассмотрели широкий спектр вопросов, с которыми пришли люди. Подробности в репортаже Максима Козлова. Подобные приемы, помимо решения конкретных проблем граждан, это еще и возможность для депутата Государственной Думы Вячеслава Петисова держать руку на пульсе муниципальной жизни. Мне тоже это важно знать, на самом деле, что происходит у людей, которые за меня голосуют. И понятно, что всегда они касаются взаимоотношений в основном власти и людей. Мы тоже не волшебники, но мы стараемся. Жительница микрорайона Купеленка Светлана Зимцова пришла на прием с просьбой посодействовать в строительстве дополнительной станции между Расторгуевой и Калинина в рамках МЦД-5. Администрация нас поддерживает, мало того, администрация готова выделить участок, он находится в собственности администрации. За номером таким-то я прикладываю самообращение. Новые районы, расположенные рядом с селом Ермолина, активно застраиваются, и такое решение проблемы транспортной доступности приветствуется руководством округа. Мы никто не против, да, и даже технически, похоже, это все туда вписывается с точки зрения нормативов. Из сложности земля под создание транспорта пересоточного узла она есть, она наша муниципальная, мы ее забронировали, никуда девать не собираемся. Сложность строительства надземного перехода, о котором было сказано, он дорогой, но технически исполнимый. Думаю, что Вячеслав Санычкова зажать не будет, для того, чтобы какое-то ходатайство на письмо направить, исходя из тех материалов. Вячеслав Фетисов согласился, что решение подобного вопроса требует вмешательства на самом высоком уровне. Правительство Московской области тоже прошло запрос, чтобы они мне ответили, насколько этот план сегодня находится, мы не поймем, это же сегодняшнее решение. Действительно, подобного рода вопросы не решаются, как говорится, по щелчку пальца, но Светлана уверена, с помощью депутата все получится. Мне удалось задать все вопросы, озвучить все необходимые пункты, которые нужно было озвучить, и я считаю, что нам помогут в этом направлении, нам нужна сильная рука Вячеслава Александровича, и я думаю, что он нам поможет. Депутат Совета депутатов округа Лидия Козлова и жительница поселка Володарского Ольга Берстенева пришли с просьбой посодействовать в строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса. По посредней переписи мы очень большим стали поселком, 10-400, это только по переписи. Зимой у нас проживает 1015, это точно, а вот летом, мне кажется, уже больше 20. Администрация округа готова выделить участок по строительству, но чтобы построить такой объект, необходимо войти в федеральную программу. Прокачать сейчас через область, особенно в нынешних временах, нету, да, то есть, если бы, как говорится, вы пинок такой федеральный хороший, это вы сделаете проект, мы готовы будем. Присутствие главы округа Алексея Спаскова позволяет решать массу вопросов прямо в этом кабинете, но не в этот раз. Здесь надо принимать конкретное решение. Ситуация непростая, на самом деле. Запрос губернатора должен быть для того, чтобы попасть в эту программу федеральную целевую. Сделаем депутатский запрос, посмотрим, что нам ответят. И в этот раз посетительницы уверены, хоть вопрос непростой и время сейчас сложное, при поддержке депутата его решение однажды сдвинется с мертвой точки. Я как депутат знаю, что это наказы уже не одного года. Я думаю, все-таки мы с Вячеславом Александровичем как-то пробьем эту тему. Депутат Государственной Думы Вячеслав Фетисов проводит приемы каждый месяц, и чтобы встретиться с ним, необходимо предварительно записаться и рассказать о вопросе, который требует обсуждения. Максим Козлов, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видное ТВ. Акушер-гинеколог Видновского перинатального центра Вера Пальмовская стал лауреатом 10-й национальной премии «Репродуктивное завтра России» в номинации «Несущий свет». Торжественное награждение прошло в городе Сочи. Уже в Видном мы встретились с победительницей и узнали, каково это – дарить женщинам свет и радость материнства. Медиком Вера Пальмовская мечтала стать с самого детства. Еще будучи школьницей, она любила забегать в местный акушерский пункт, где работала соседка по дому. Разделить радость с женщиной, которая родила ребенка – это большое счастье в жизни. И поэтому, когда ты к этому сопричастен, это великолепно. Мне хочется, чтобы каждая женщина, которая ко мне пришла на консультацию, чтобы она родила, чтобы у нее было все хорошо. Вера Павловна в профессии уже 45 лет. За это время она успела поработать врачом и в родильном, и в гинекологическом отделениях, и в женской консультации, и заведующей. В течение 10 лет я была заместителем главного врача по лечебной части. И, соответственно, уже должность это обязывает то, что все беременные, которые были с какими-то осложнениями, мне приходилось их смотреть. С тех пор наша героиня специализируется на ведении беременности и родов женщин из группы высокого риска. Берется за самые сложные случаи. Это очень корректный, мудрый и, самое главное, очень квалифицированный специалист. Вера Павловна рожала мою вторую внучку. Она ненавязчива всегда рядом, но это, я бы сказала, один из лучших специалистов нашего учреждения. Вера Пальмовская владеет всеми методиками консервативной и оперативной техник, покушерствия и гинекологии. Именно при ее руководстве были внедрены вертикальные роды. Мы начали заниматься одни из первых в нашем родильном доме. Это было где-то 18 лет назад. И, в общем-то, вертикальные роды более мягкие, более щадящие для женщины считаются, и также для ребенка. К ней едут будущие мамы со всего Подмосковья. Анастасия Попова, к примеру, из Подольска. Меня сюда направил врач, потому что первые роды были с Кесарева и была приокламсия, осложнения были во время родов. И врач сказал, что здесь центр лучше, они более ориентированы на мою проблему. В сентябре Вера Пальмовская стала лауреатом 10-й национальной премии «Репродуктивное завтра России» в номинации «Несущий свет». Торжественное награждение прошло в городе Сочи. Город помогает всей Московской области, около 2000 процентов ежегодно. Браво! Браво! Коллектив телеканала «Видное ТВ» с гордостью присоединяется к поздравлениям. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Ольга Садовская, «Видное ТВ». Юношеская команда «Металлург-2» вернулась с очередной серии выездных игр. На этот раз ребята защищали «Видное» на Кубке Содружества в Республике Беларусь, где взяли первое место. На домашней тренировке с ребятами пообщалась наш корреспондент Юлия Пагазьян и выяснила, насколько тяжело удалась победа. Спортсмены команды «Металлург-2» еще совсем молоды. Конечно, среди них есть и те, кто уже состоит на запасе в основном составе, но львиная часть коллектива – юноши, которые только начинают свой путь в мотоболе. Несмотря на это, ребята успели продемонстрировать профессионализм. Очередное тому доказательство – первое место на Кубке Содружества. Не сразу, но удача все-таки улыбнулась. «Последняя игра, она мне запомнилась тем, что там вся команда вставала в защиту, полностью закрывала ворота. То есть невозможно было проехать. Было очень интересно посмотреть, как играют. Очень завораживающая игра была. Будем дальше побеждать, дальше играть, дальше больше и дальше интереснее». Кубок Содружества проходил в Республике Беларусь. В течение двух дней «Металлург-2» успел сыграть с четырьмя местными командами. Впервые видное защищал новый игрок, который перешел к нам из ипатовского колоса. 16-летний Владислав Русанов такой возможности очень рад и надеется оправдать надежды руководства. «Встретили хорошо ребята. Со всеми знакомы уже, можно сказать, познакомился на первенстве на детском. Встретили хорошо, все друг друга знают. У нас все хорошо сейчас. Планы будут такие, что сейчас готовимся. Летом будет у нас проходить чемпионат России. Планы такие, чтобы выиграть его». Впереди у ребят еще выезд в воскресенье. Два матча подряд им предстоит сыграть в Коврове. Один между детскими составами, а в другой встрече за звание лучших поборется видновская молодежка и местный ковровец. Юлия Погосян, Александр Логин и Екатерина Давлятова. «ВиднетВ». В нашей студии сегодня тренер молодежной команды «Металлург-2» Александр Сосницкий и капитан команды Тимофей Рукавишников. Здравствуйте. Здравствуйте. Знаю, что недавно вы вернулись с очередных соревнований. Расскажите, пожалуйста, в Кубке Содружества молодежная команда принимала участие впервые или это уже не первый ваш опыт? Первый раз нас пригласили. Соревнования проходили с 1 по 2 октября в городе, ну, Белоруссии, в городе Минске. Две команды с Белоруссии, которые заняли, ну, первенство Белоруссии, занимали первые и вторые места, ну, и пригласили нас и хотели пригласить Ковров. Ну, Ковров что-то не получился у них, ребята выступили достойно. Есть, конечно, свои минусы и плюсы, то есть, ну, заняли ребята первое место, выиграли это Кубок Содружества. Тимофей, ну, похвастайтесь, собственно, трофеями, которые привезли с очередных соревнований. Покажите медаль. Вот медаль Кубок Содружества. Молодцы, всех их поздравляю. Но есть над чем работать, есть работать над чем. То есть, много ошибок, ну. Ну, мне кажется, всегда так, есть к чему стремиться. Да, есть к чему стремиться. Ну, и для них, естественно, все вот эти игры, когда много играешь, то есть, это вот и опыт приходит, и мастерство. Как вы оценивали шансы изначально вот наших ребят на победу? Первая игра показала, мы сыграли в ничью, проигрывали. Ну, в конце вот Тимофей там сравнял, там, за, я не знаю, за минуту. То есть, сыграли 2-2. В командах играли люди, которые там и 20, и 25 лет было. Ну, ничего не испугались. Вот если брать объективно, Металлург-2, то есть, выглядел лучше. Ну, как, даже вот и технически, и, то есть, по мастерству ребята лучше. Ну, не намного, но лучше. Тимофей, вы только недавно, я так понимаю, да, стали капитаном юношеской команды. Расскажите, пожалуйста, уже как бы вот, уже освоились в своей новой роли? Ну, теперь ответственность вдвойне лежит на мне. Я должен больше подсказывать ребятам своим, как, где, что делать. Как вы считаете, у вас получается справляться с этой ролью, да? Вы органично себя вне чувствуете? Да, у нас все очень слажено. Я знаю, что у вас впереди еще одна игра, да, 9 октября вы едете в Ковров. Расскажите, пожалуйста, с кем будете встречаться, с кем играть, да, что ждете от этой встречи, от этой игры? 9 октября, да, нас пригласили в город Ковров. Там будет проходить кубок в память Ивана Чудикова. Две игры в один день. Мы сыграем. Первая игра будет играть «Металлург-2» на Ковосахах. До 18 лет ребята будут играть с такими же сверстниками, с Коврова. А вторая игра будет основной состав Коврова, который участвует в первенстве России. А с нашей стороны будут ребята играть, которые в основном в «Металлургии», ну, на запад, можно сказать, второй состав. Чтобы у ребят была практика, то есть они попробовали свои силы, как они могут, ну, все-таки против основного состава Коврова играть, то есть молодежь. Что ждете от этой встречи? Уверены ли в победе? Привезете нам очередную? Постараемся. Как, Тимош, скажешь? Как? Будем стараться побеждать. А там будете выполнять установки тренерского штаба, значит, будете побеждать. Спасибо вам большое, что пришли. Удачи! Привозите новые награды. В нашей студии сегодня были тренер молодежной команды «Металлург-2» Александр Сосницкий и капитан команды Тимофей Рукавишников. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На стадионе «Металлург» прошла открытая тренировка по самбо в рамках проекта партии «Единая Россия», в которой приняли участие воспитанники клуба «Орленок». Провел занятие заслуженный тренер России Станислав Ионов. Подробнее о мероприятии в нашем сюжете. В видном сторонники «Единой России» начали реализацию федерального партийного проекта «За самбо». Пользуясь случаем, поздравляем нашего президента Владимира Владимировича Путина с днём рождения. Он также является мастером спорта по самбо, победителем Ленинграда среди мужчин, мастер спорта, наш авторитет, лидер наш. Стартовало мероприятие на стадионе «Металлург» с открытой тренировки, в которой приняли участие воспитанники клуба «Орленок». Выступают ребята на первенствах Московской области, в всероссийских соревнованиях. Есть победители и мальчишки, и девчонки спорта. У нас сейчас идёт ремонт детского спортивного клуба «Орленка». Выделено порядка 20 миллионов рублей от фракции «Единая Россия». В большинстве, которые представляют себя депутатов, утвердило финансирование этого ремонта. Мастер-класс провёл заслуженный тренер России Станислав Ионов. Он 17 лет возглавлял сборную команду СССР по самбо. Не надо думать, что я буду олимпийским чемпионом мира. Главное, что ты становишься здоровым, не болеешь, умеешь падать и умеешь себя защитить, и защитить своих близких родителей, если вдруг что-то случится. И самое главное, что это защитники родины потом. Ребята начали тренировку с разминки, продолжили разучиванием техник и методов, интересовались историей. Станислав Ионов рассказал об истоках создания и развития самбо в Советском Союзе и России, о своих победах и переживаниях, результатах и важностей этого вида спорта. И побеждать всех. А первые олимпийские игры в судо пошли. Самбо ещё не было соревнований. И я из этого сюда призывал. 12-летний Андрей Купавский занимается уже три года и принял участие в нескольких соревнованиях. Самое трудное то, что ты должен понимать, как себя ведёт соперник, и надо быстро принимать какие-то решения, чтобы его кинуть и получить одну победу. Одна победа, она решается. Чтобы получить жёлтый пояс, надо набрать 10 побед. У меня пока что три победы. Но у меня есть куда стремиться. Занятие продлилось около двух часов. Ребята активно потрудились и в завершении получили полезные подарки от местного отделения партии «Единая Россия». Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Борисова. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин